Здравствуйте! Видео подготовлено с сайтом online-gdz.net. Номер 650. Решить задачу с помощью уравнения. А. Сумму в 74 рубля заплатили 19 монетами по 2 рубля и 5 рублей. Сколько было монет по 2 рубля? Итак, пусть х монет было по 2 рубля. Нам как раз это и надо найти. А так как всего было 19 монет, то чтобы узнать, сколько монет было по 5 рублей, надо от 19 отнять количество монет по 2 рубля, то есть х. И это монет по 5 рублей. Чтобы узнать, какую сумму составляют монеты по 2 рубля, надо их количество умножить на 2, а количество их х. это сумма монет по 2 рубля. А чтобы узнать, сколько рублей составляет всего монеты по 5 рублей, нужно их количество умножить на 5. А количество их 19 минус х. Рублей. Это сумма, которая составляет, если мы сосчитаем все монеты по 5 рублей. Сказано, что всего сумма 74 рубля. Составляем уравнение. 2х плюс 5 умножить на 19 минус х равно 74. Решаем это уравнение. Решая уравнение, раскрываем скобки и переносим слагаемое из одной части в другую по правилам переноса. Если переношу, знать слагаемого меняю. Получаю х равняется 7. Я принимала за х количество монет по 2 рубля. То есть всего 7 монет по 2 рубля. А это мне и надо найти. Больше ничего искать не надо. Могу записать ответ. А теперь решим вторую задачу. Бэм. Если разменять 27 рублей на гривенники и 2 гривенные, так, чтобы всех монет было 170, то сколько будет гривенников и сколько 2 гривенных монет? Сначала переведем 27 рублей в копейки. Потому что гривенник и 2 гривенный это старинное название монет в 10 и 20 копеек. То есть решать все будем в копейках. 27 рублей это 27 рублей, так как в 1 рубле 100 копеек. А теперь будем решать аналогично. Если я за х приму количество монет по 10 копеек, то есть гривенники, то тогда, чтобы найти количество 2 гривенных, а всего их было 170 монет, надо 170 отнять х. это тогда будет 2 гривенных монет, то есть по 20 копеек. А чтобы найти сумму, которую составляют все монеты по 10 копеек, надо 10 умножить на х. Копеек это сумма по 10 копеек. То есть сумма всех монет по 10 копеек. Чтобы узнать сумму всех монет по 20 копеек, надо 20 умножить на их количество, то есть 170 минус х копеек. Это сумма всех монет по 20 копеек. А по условию задачи всего 27 рублей или 2700 копеек. Составим уравнение. Чтобы узнать, сколько всего, надо прибавить. То есть у нас будет 10х плюс 20 умноженное на 170 минус х. И это равно 2700. Решим это уравнение. Мы получаем, что х равняется 70. Это монет по 10 копеек. А нам надо найти, сколько монет и гривенников, и 2 гривенок. То есть и количество монет по 10 копеек, и количество монет по 20 копеек. По 10 копеек мы уже нашли. Теперь найдем, сколько будет по 20 копеек. Для этого надо 170 отнять 70. Мы получим 100 монет по 20 копеек. И вот теперь мы ответили на все вопросы в задаче. Итак, 70 монет по 10 копеек и 100 монет по 20 копеек. Можно записать ответ. Таким образом мы решили все задачи в номере 650. Если у вас есть вопросы или предложения, то оставляйте свои комментарии под видео.